Хищник с гигантской пастью, глубоководный монстр, способный съесть добычу в 10 раз тяжелее себя, лобстер с клешнями-пилами, самые жуткие акулы, да и исторические чудовища, которые, к счастью для нас, давно вымерли. В этом выпуске вы увидите этих и многих других самых пугающих животных океана за всю историю. Субтитры создавал DimaTorzok Напишите ответ в комментариях. Морская щучья собачка У первого животного в этой подборке вполне милое имя. Так и не скажешь, что за ним скрывается вот такое создание. Похоже на что-то из фильмов ужасов, правда? И таких сегодня вы еще увидите много. Собственно, внешность полностью соответствует сути. Морская щучья собачка – это устрашающий хищник. Обычно он выжидает у своего убежища, и как только к нему подплывает враг, рыба выскакивает, раскрывает свою гигантскую пасть и уничтожает добычу. Таким же образом, морская щучья собачка может эффективно отпугивать от себя хищников. Помимо этого, устрашающая пасть – это эффективное оружие в борьбе с сородичами. При борьбе за территорию два самца кусают друг друга острыми зубами. Размеры их челюсти и укус позволяют определить, кто в доме хозяин. Обитает этот монстр не так уж и глубоко, можно сказать, почти у поверхности, так что на него могут наткнуться дайверы. Рыба может напугать их и укусить, но, к счастью, не смертельно, хоть и болезненно. Глубоководный угорь-большерот Зато с этим обитателем океана никакой дайвер не встретится. Живут большероты на глубине до 5000 метров, куда даже не всякий батискаф опускается. А вот соседям по глубине не позавидуешь. Во-первых, угорь-большерот – это достаточно крупная рыба, она может вырастать примерно до 2 метров в длину. Во-вторых, она отличается невероятным обжорством. Рыба способна проглотить добычу, превышающую в длину ее саму. В этом ей помогает огромный рот, в честь которого создание и получило свое название. Рыба надувает горловой мешок, отчего создается впечатление, что по воде движется огромный шар с удлиненным хвостом. В раздутый рот заливается добыча, после чего большерот ее удерживает, съедает и долго переваривает. Если бы человек встретил такую жуть в океане, не исключено, что с ним случился бы сердечный приступ. Это же настоящий демон во плоти. Ну, или рыба-гадюка, если говорить по-научному. К счастью для нас, эти монстры тоже обитают на большой глубине, а на поверхности умирают в течение нескольких часов. Слишком уж непривычно для них такая среда. Зато на глубине рыбы-гадюки творят настоящий беспредел, пугают всех своими жуткими глазами и острыми зубами, и безжалостно расправляются со своей добычей, не оставляя ей ни шанса на спасение. Ученые считают, что рыба-гадюка не хуже того же большерота. Она тоже может съесть большую добычу. Правда, не столь большую. Все же морская гадюка значительно меньше жуткого глубоководного угря. Дальше больше. На очереди у нас очень жуткий морской обитатель. Выглядит он так, будто модифицировал свое тело острыми пилами, которыми кромсают всех подряд. Уж слишком пугающие у него клешни. Интересно, что создание так и называется – лобстер с жуткими клешнями. Официальное же его название – латинское – Dinahellus Ausubeli. Монстра открыли совсем недавно, в 2007 году, на Филиппинах. Обитает он на глубине и нечасто показывается ученым на глаза, но они все же успели его немного изучить. Главная особенность лобстера – две клешни, которые отличаются по размеру, но схожи в плане внешнего вида. Обе усеяны острыми зубцами. Также стало известно, что лобстер полностью слеп. Да и для людей он явно не представляет угрозы. Во-первых, живет на приличной глубине, а во-вторых, его размер всего 3 сантиметра. Но не стоит расслабляться. Не все жуткие создания обитают где-то глубоко в океане. На страшных существ можно наткнуться прямо у поверхности воды или даже на берегу. Как вам такое чудище? Рыба с пугающей пастью, крупными глазами и огромным спинным плавником, похожим на часть тела дракона. Не знаю, как вы, а я бы не хотел на такую наткнуться. Ее зовут Алипизавр, и она уже не такая скромная, как тот же лобстер. В длину может вырастать до двух метров. Вдобавок, это настоящий хищник, способный охотиться на моллюсков, ракообразных и рыб. Причем делает это Алипизавр в любом направлении. Хоть по горизонтали, хоть по вертикали. Также морской дракон поедает своих же сородичей, да и просто пугает всех вокруг своим жутким видом. Неудивительно, что он получил название, созвучное с динозаврами. Рыба вполне под стать жутким доисторическим рептилиям. Но и раз я упомянул доисторических существ, почему бы не отдохнуть от современности и не взглянуть на пару морских монстров из тех времен? Поверьте, тогда в океане плавали еще более жуткие и странные создания. Например, Тулли-монстр. Одно только название, какое говорящее, правда? Да и внешний вид эпичный. Сложно даже описать это нечто. Это какой-то гибрид между кальмаром, лохнесским чудовищем, пугрем, миногой и червем. Еще и какая-то горизонтальная штука поперек тела воткнута. Неудивительно, что ученые до сих пор спорят, к какому классу и отряду животных стоит отнести это таинственное существо. Но кое-что ученые выяснили. На самом деле, та штука, что выпирает, это не пасть с зубами на длинной шее, а клешня. А вот та штука поперек туловища, это вырост, по бокам которого находились глаза Тулли-монстра. Очень странный морской обитатель плавал в океане примерно 300 миллионов лет назад, питался при помощи клешни и, в общем-то, это все, что о нем известно. Что будет, если скрестить морского конька и гигантского червя, сделать его максимально жутким и отправить на машине времени на 400 миллионов лет назад? Получится Вебстероприон. Еще одно доисторическое создание, которое, к счастью для нас, уже давно вымерло. Иначе многие отказались бы заходить в море, зная, что там обитает этот монстр. На самом деле, это огромный многощетинковый червь, который вырастал до метра в длину. Он вел хищный образ жизни, охотясь на обитателей придонных слоев моря. Челюсти Вебстероприона достигали в длину сантиметра и могли раскрываться на 180 градусов, то есть на полную ширину. Раскрытая пасть огромного червя – это последнее, что видели бедолаги, которых беспощадно поедало это чудище. Кстати, ученые подсчитали, что силы сжатия челюстей Вебстероприона было достаточно, чтобы перекусить пополам даже рыбу средних размеров. В общем, хорошо, что этот монстр остался где-то в далеком прошлом. Когда смотришь на этого морского обитателя, появляется много вопросов. Кто это вообще такой? Персонаж из фильма ужасов? Работа нейросети? Вирус, если бы у него появилась телесная оболочка? Ни то, ни другое, ни третье. Это очередная доисторическая жуть. Саккорит или саккоритус. Вот это нечто – очень дальний родственник современных круглых червей и насекомых. А некоторые даже считают, что это наш с вами очень дальний предок. Обитал он более 500 миллионов лет назад. Огромный рот, наполовину тела, вокруг все усеяно какими-то мерзкими выростами, по периметру тела какие-то отростки, напоминающие глаза. Многие могут предположить, что это был главный и самый опасный хищник своего времени. Но все совсем не так. На самом деле, саккоритус – это примитивная первично ротая, размером чуть больше миллиметра. Возникает вопрос. Если даже крупных доисторических существ бывает трудно найти, как ученые вообще умудрились обнаружить этих крох? Произошло это случайно. Но палеонтологи работали с грунтом возрастом свыше 500 миллионов лет, растворили его и обнаружили под микроскопом отпечатки этих странных монстров. Выяснилось, что шипами на теле они крепились ко дну и фильтровали ил на предмет различной органики. Макаронный монстр. Помните такого? В него верят пастафарианцы, последователи шуточной религии. Но сейчас речь пойдет о другом макаронном монстре, вполне реальном. Вот этой странной и пугающей штуковине, которую сложно как-либо описать. С одной стороны, она похожа на медузу, но это не так. С другой, в ней можно разглядеть нечто напоминающее коралл, но и он к макаронному монстру не относится. Ученые пришли к выводу, что это сифанофора. Существо, состоящее из множества крошечных организмов, каждый из которых выполняет собственную задачу. Кстати, это уже не какой недоисторический монстр, а создание, живущее с нами прямо сейчас. Периодически ученые натыкаются на него на большой глубине, и это позволяет им понемногу изучать макаронного монстра. Они выяснили, что существо способно выпускать нити до 10 метров в длину для захвата пищи. Также они узнали, что верхняя часть сифанофоры, вот этот поплавок, похожий на медузу, наполнен газом, и его сокращение помогает существу погружаться на большую глубину. Рыба-топор А теперь представьте, вы ныряете с маской и аквалангом, плывете под водой, поворачиваете голову и видите это. Одного или даже двух таких монстров с огромными бездонными глазами, которые смотрят прямо вам в душу. Сценарий прямо как для кошмарного сна, правда? На самом деле такая встреча лицом к лицу действительно может произойти разве что во сне, ну или хотя бы через прочное стекло батискафа. Это рыба-топор, и к нашему счастью обитает она на очень большой глубине. Спасибо природе, что убрала этих рыб подальше от нас. Рыба получила свое название за форму, напоминающую топор. Помимо этого и выразительных глаз, у нее есть еще одна фишка. Она испускает свет, но не как глубоководные удильщики, еще одни жуткие морские создания, приманивающие жертв яркой удочкой. Морские топоры светятся благодаря биолюминесценции, и делают они это не для привлечения добычи, а наоборот для маскировки. Фотофоры расположены на брюхе рыбы, и их свечение делает топориков незаметными снизу, как бы растворяя силуэт рыбы на фоне пробивающихся на глубину солнечных лучей. А вот за обитателей повыше они не беспокоятся. Рыбы-топоры ими питаются, отслеживая добычу трубчатыми глазами, направленными вверх. Акула-гоблин Почти любую акулу можно назвать жуткой, но гоблин сумел выделиться даже на фоне своих зубастых и опасных родственников. У этой рыбы очень длинный клювовидный вырост, выдвижные челюсти с загнутыми зубами, а окраска близка к розовой. Даже кровеносные сосуды просвечивают сквозь полупрозрачную кожу. Эта акула неплохо охотится, но мне кажется, она способна убивать добычу просто своим внешним видом. Та, наверное, помирает со страху. Ну а если серьезно, акула-гоблин питается кальмарами, крабами и рыбой, которых ловит на большой глубине. Да, как вы поняли, человек с этой акулой не пересекается. Лишь в очень редких случаях гоблин поднимается к поверхности, и то не по своей воле. Либо на берег выбрасывает бездыханных особей, либо этих акул случайно вылавливают. Зато дайвер может наткнуться на другую пугающую акулу. Эту. Она выглядит очень жутко в воде. А вот как она выглядит уже на поверхности. Пасть просто феноменальная. В ней вполне мог бы поместиться человек. Даже от кадров становится не по себе. Но на самом деле рыба страшна лишь на вид. Это большеротая акула, и она одна из немногих добрых и безопасных акул. Наряду с китовой и гигантской акулой, она питается планктоном и не представляет для нас никакой опасности. Даже несмотря на безумную бездонную пасть, в честь которой ее и прозвали. Да и к тому же, про встречу дайвера с этой акулой я преувеличил. Наткнуться на нее почти невозможно. Большеротая акула обитает на разных глубинах. От минимальной до значительной. В районе полутора километров. К тому же, распространены они по всему тропическому мировому океану и отличаются особой скрытностью. За всю историю люди находили лишь чуть более ста таких акул, поэтому вид даже не успели нормально изучить. Нотазавр. Сегодня вы уже увидели тули монстра, который чем-то отдаленно напоминает лохнесское чудовище. Но куда больше сходства с Несси у Нотазавра. Только в отличие от чудовища из озера, Нотазавр был более чем реален. Он обитал в океане более 200 миллионов лет назад. Плоский, продолговатый череп, оснащенный мощными челюстями. У Нотазавра были острые сцепляющиеся зубы, некоторые из них в виде парных клыков. Все это дело представляло собой полноценный капкан для рыбы, который питался этот пугающий доисторический монстр. Кстати, в отличие от всех остальных монстров из этой подборки, которых вы уже увидели, Нотазавр еще и на берег выходил. Там эти морские ящеры размножались. Химера. Вообще так называют организм, состоящий из разнородных клеток, но еще такое название получила вот эта жутковатая рыба. Она живет на планете прямо сейчас, обитая в основном на солидной глубине. Химер еще называют акулами-призраками из-за некой схожести с зубастыми хищницами, но на самом деле они не имеют с ними ничего общего. Это именно отдельные животные со своими фишками. Например, у них есть ядовитый шип, который торчит перед первым спинным плавником. Яд не смертелен для человека, однако по здоровью все равно бьет сильно. Но переживать не стоит. Химеры не только глубоко обитают, но еще и достаточно скрытные. На глаза особо не попадаются, поэтому и изучить их в полной мере по-прежнему не смогли. Танис Трофей И снова у нас доисторический монстр, и снова кто-то, кто напоминает лохнесское чудовище. Танис Трофей обитали на планете более 200 миллионов лет назад и наверняка поражали всех вокруг своей безумно длинной шеей. Еще бы! Она вытягивалась в длину на 3,5 метра. Считается, что она была на метр длиннее, чем у современных жирафов. Собственно, из-за шеи до сих пор ведутся споры о том, какой образ жизни вело это создание. Кто-то считает, что оно сидело на берегу, упираясь мощными лапами в почву или камень, вытягивая шею и вылавливая морских обитателей, словно рыбак. А кто-то уверен, что Танис Трофей был отменным пловцом, большую часть жизни проводил в воде и охотился на добычу подобно современным гигантским акулам. Медленно плыл и заглатывал всех, кто попадался ему на пути. Вернемся в наше время и взглянем на современного жуткого обитателя морей и океанов. Имя ему – Звездочет, и это – Глазастик, но в каком-то плохом смысле этого слова. Рыба получила свое название благодаря глазам. Огромными глазищами он таращится куда-то ввысь, словно рассматривая звезды. На самом же деле Звездочет у звезды по боку. А вот за рыбами своей добычей он действительно наблюдает. Жуткое создание оценивает обстановку и мгновенно цапает жертву, как только та окажется на подходящем расстоянии. Интересно, что при этом сам Звездочет очень медлительный. Быстрыми у него получаются только нападения. А так он просто лежит в песке и никуда не торопится. И, кстати, это тот случай, когда рыба опасна и для нас тоже. У Звездочета есть ядовитые шипы, которые он маскирует в песке. Можно случайно наступить на глазастого, и такой контакт может закончиться очень плохо, вплоть до летального исхода. Черный живоглот Зато с этим монстром пересечься мы не можем. Как вы уже сегодня поняли, многие пугающие обитатели морей проживают на огромной глубине, и черный живоглот в их числе. Для нас он не опасен, разве что может сильно напугать своим эпичным внешним видом. Да и если бы он жил у поверхности моря, тоже вряд ли причинил бы вред. Рыба всего 25 сантиметров в длину. А вот другим рыбам и прочим морским обитателям не позавидуешь. Живоглот на них охотится. Причем он не ограничивается мелочью, все как раз наоборот. Его особенность заключается в том, что он может съесть добычу гораздо крупнее себя самого. Бывали случаи, когда он поглощал жертву, которая была в 10 раз тяжелее и вдвое длиннее его. Живоглот способен на такое благодаря особо эластичному животу, который отлично тянется. Монстр проглатывает здоровяка, увеличивается в размерах и переваривает пищу. Или умирает. Дело в том, что иногда черные живоглоты не могут полностью переварить крупную добычу. Внутри них скапливается воздух, и он выталкивает рыбу на поверхность, где хищник умирает, платясь за свое обжорство. Филинг, который скрывался 150 лет. Хамелеон размером с ноготь, шоколадная лягушка из Гарри Поттера и многое другое. Далее вы увидите самые новые виды животных, обнаруженные людьми. И начнем мы вот с такого неоднозначного снимка, который мне прислал подписчик. По его словам, где-то в Африке люди обнаружили совершенно новый вид свиней, который, на удивление, не был домашним. Эти создания спокойно расхаживали по округе каждую ночь и питались другими живыми существами. Да, обычно свинки кушают морковь, траву и тому подобную пищу, но эти, более разумные представители вида, пошли в этом плане гораздо дальше. Не знаю, насколько этот снимок правдив, но он вызвал большой резонанс в обществе и заставил жителей многих деревень устанавливать камеры ночного видения, чтобы убедиться в существовании этих монстров в своей округе. А как кажется вам, могут ли подобные свиньи реально существовать? Или это все масштабный розыгрыш? Напишите в комментариях. Редчайшая встреча. О филинах люди знают многое, но в курсе ли вы, что даже среди такого популярного, на первый взгляд, рода имеются отдельные, редкие виды, за которыми ученые бегают сотни лет. Речь идет про полосатого филина, обитающего где-то в Западной и Центральной Африке. Данная особь интересна тем, что она считается одной из крупнейших сов на всем белом свете, и что довольно странно, одновременно одной из самых малоизученных. Полосатый филин достигает 60 сантиметров в длину, что кажется довольно приличным размером, но даже этот факт не помогал ученым находить представителей этого вида последние 150 лет. Более того, за всю историю, в принципе, было поймано не более 20 особей, если верить официальным источникам. В какой-то момент люди начали думать, что эти пернатые вовсе вымерли. Не могут же они так искусно скрываться, правда? Оказывается, могут. В 2021 году люди наконец заметили этого редкого филина. Гигантская редкая сова сидела на дереве и попала в объектив камеры ученых. Радости не было предела. Вид все-таки существует. Но как ему удается сохранять такую невероятную скрытность? Даже множество камер, установленных по периметру, и те не помогают за ними следить. Скорее всего, у них есть что-то, о чем люди даже не догадываются. Что-то такое, что и придает им невероятную маскировку. Но согласитесь, от этого изучать этих филинов лишь интереснее. Ведь это означает, что за получением информации о них последует какое-то революционное открытие, которое вполне вероятно изменит наше восприятие реальности. К слову о маскировке. Самым опытным животным в этом деле, по моему скромному мнению, является хамелеон. Хотя кого я обманываю? Когда речь заходит о прятках, все сразу сравнивают слившиеся с местностью объекты именно с хамелеонами. Ведь они первоклассно меняют свой цвет, из-за чего являются безумно трудной целью для любого исследователя. Отыскать такого кроху где-то в лесах – задачка из ряда нереальных. А теперь представьте, что было бы, окажись, классический хамелеон, который достигает 30 сантиметров в длину куда меньше. Раз так в 10. Правильно, получился бы гуру пряток, которого было бы невозможно изучить. И вы не поверите, такого представителя реально нашли. В 2021 году в Мадагаскаре ученые обнаружили новый вид, размеры которого начинаются от немыслимых 13,5 миллиметров. Это чуть больше сантиметра, если кто не понял. Правды ради стоит отметить, что у этого хамелеона, как и у других представителей его семейства, нет способности кардинально менять цвет. Это прерогатива более крупных ящериц. Но все равно найти крошечную рептилию непросто. Для этого нужно терпение, наметанный глаз и просто море свободного времени, чтобы проводить его, исследуя дикие леса. Но не только Африка богата на новые и необычные виды. То, что вы увидите далее, удивит вас не меньше. И начнем мы с фантастической носатой лягушки, которую нашли в лесах Амазонии. Где-то глубоко в тропиках, в 2022 году исследователи совершенно случайно наткнулись на эту квакушу. Поначалу люди не понимали, как ей удавалось ускользать столько много лет. Ведь экспедиции по этой местности буквально не прекращаются. Вероятно, помогла ей в этом ее суперская скрытность и склонность прятаться под лесной подстилкой. Кстати, ставьте лайк, если эта носатая вам тоже напомнила ту самую шоколадную лягушку из Гарри Поттера, которую дети не могли поймать в поезде. Но давайте вернемся в реальную жизнь и еще раз удивимся внимательности группы исследователей. Ведь эта особь на минуточку всего 3,5 сантиметра в длину. Она отличается значительным рыльцем и поразительным сходством с амазонским топиром. Лягушка покрыта коричневыми, черными и зелеными пятнами, которые помогают ей слиться с лесной средой обитания. Несмотря на свои небольшие размеры, она достаточно сильна и ловка, чтобы добывать еду и в то же время не попадаться на глаза хищникам. Тем не менее, все тонкости этого создания до сих пор покрыты тайнами. Его только планируют изучать, но люди уже спокойны. Спокойны за то, что леса нашей с вами планеты по сей день имеют широкое биоразнообразие, что напрямую свидетельствует об их отличном здоровье. Кот-Алис Вот уже несколько лет на одном французском острове люди замечают очень странных котов. Они ведут себя как-то отстраненно, не особо идут на контакт с местными, да и с обычными котами их никогда не видели. От домашних четвероногих их отличает лисий хвост и необычный окрас. Долгое время местные считали, что это просто уникальные коты-интроверты, которые ни с кем не хотят общения. Но когда на остров прибыли ученые, они почти сразу же ахнули от удивления. Ведь это вполне может оказаться новый вид животных. Вот уже более 10 лет специалисты изучают этих кошек. Они собрали образцы их меха и взяли их на исследование, провели лабораторные анализы и все в таком духе. Оказалось, что их ДНК предельно близок к ДНК африканской лесной кошки. Выходит, либо перед нами новый вид, появившийся совсем недавно, этакий кот-лис, либо это наоборот вымирающий подвид какого-то древнего кота, завезенного на этот остров еще много лет назад. Не знаю, как вам, но мне бы очень не хотелось, чтобы такой милый котик вымер, ведь он идеально подошел бы всем тем людям, которые так сильно хотят завести у себя прекрасную лесу, но не делают этого из-за того, что ей необходимы дикие условия. А вот насчет чьего существования я вообще не переживаю, так это насчет этого гиганта из Австралии. Ученые из Квинслендского музея открыли и описали новый вид люкового паука. Эти жуткие создания выделяются на общем фоне тем, что регулярно занимаются рытьем туннелей в земле, делают норки и даже создают для них специальные дверцы. Представители же нового вида активничают сугубо в ночное время, а все остальное проводят без доступа к солнечному свету. Именно поэтому, даже несмотря на большие габариты, найти представителей нового вида было совсем непросто. Наблюдения показали, что самки вообще никогда не выбираются наружу, а самцы впервые вылезают лишь через 5-7 лет после рождения. Других данных об этом новом виде узнать пока не удалось, но что-то мне подсказывает, этим паукам еще есть чем удивить не только научный мир, но и обычных граждан. Динозавр или пингвин? Кажется, что этот вопрос является максимально глупым и неуместным, ведь любой адекватный ученый быстро отличит одного от другого. Однако то, что палеонтологи нашли в 2022 году где-то в степях Монголии, поставило научный мир в тупик. Международная группа занималась исследованием останков, найденных в южной части пустыни Гоби, и выявила у них ряд уникальных особенностей строения, указывающих на полуводный образ жизни и активную охоту за рыбой. Это первый известный динозавр вне группы современных птиц с подобным строением. На фоне этого у всех тут же появились мысли, якобы они имеют дело с чем-то совершенно новым, таким, о чем раньше мы даже и не догадывались. Новому виду дали латинское название Нотовинатор Полидонтус, переводится как «плавающий охотник со множеством зубов». И хотя их общее количество все еще до конца не ясно, известно, что в его предчелюстной кости их уже примерно в три раза больше, чем у нас, то есть 13. При этом, судя по останкам, древнее существо не выделялось особо большими габаритами. С учетом хвоста, оно было примерно полметра в длину и не выше 40 сантиметров. Необычная в этой истории и анатомия ребер плавающего охотника. Они у него ориентированы сходящимися к хвосту, что встречается сегодня у активно плавающих птиц. Как нелетающих, например, пингвинов, так и улетающих, например, гагарок. Такое строение полезно с точки зрения гидродинамики, так как снижает сопротивление в воде, но не помогает летающим или чисто сухопутным видам. При этом нашли это создание, я напомню, в степях Монголии, там, где даже в древние времена не было никакого моря. Выходит, что мы имеем дело с небольшим существом, чье строение говорит нам о морском образе жизни, но при этом обнаружили его вдали от воды и с челюстью полной зубов, что опять же противоречит теории о подводном существовании. Короче говоря, ученые имеют дело с нерешаемой загадкой. Демоническая акула Акула-демон – это общее название рода глубоководных акул. Однако та особь, о которой пойдет речь далее, получила такое название не просто так. Она на самом деле выглядит невероятно устрашающе и, что самое главное, необычно. Ее нашли около 30 лет назад, но тогда, то ли ввиду халатности работников, то ли просто из-за недостатка информации, акулу отнесли к неправильному виду и отправили в музей. Лишь спустя три десятка лет ученые дошли до нее снова, исследовали и подтвердили дезинформацию. Выяснилось, что еще тогда им в руки попал совершенно новый вид акул, о котором ранее ничего не было известно. Окончательно идентифицировали его по необычным яйцам, внутри которых был уникальный ребристый узор. Но вообще эта история началась случайным образом. В 1992 году была выловлена сравнительно небольшая акула, длина которой составляла 47 сантиметров. По ошибке находку отнесли к южно-китайской кошачьей акуле и как-то о ней забыли. Единственное, в чем тогда не ошиблись, рыба действительно относится к этому роду, но в то же время имеет необычную особенность, выделяющую ее на общем фоне. Речь идет про ослепительные белые радужки глаз, на которые ученые сразу почему-то не обратили внимания. Хотя такие глаза не являются общей чертой всех глубоководных акул и относятся лишь к еще одному, другому виду. Теперь исследователи хотят более подробно рассмотреть музейные коллекции в надежде найти другие новые виды, которые были неправильно определены в прошлом. Вижу все. Ученые из Гонконгского Баптистского университета обнаружили удивительное существо с 24 глазами в пруду заповедника Майпо в Гонконге. Специалисты изучили ДНК этого организма и пришли к выводу, что это совершенно новый вид медузы, который относится к семейству ядовитых кубомедуз. Медуза имеет прозрачное тело размером около 2,5 см и 3 длинных щупальца. Эти самые щупальца, кстати, имеют плоское образование, благодаря которому новое существо плавает быстрее остальных. Эта медуза обладает более чем 20 глазами, которые разделены на 4 группы, расположенные по 6 глаз в каждом из 4 углов ее квадратной формы. Это первый случай обнаружения нового вида кубомедузы в Китае. Исследователи считают, что эта находка свидетельствует о богатой морской жизни в Гонконге и, несмотря на свою пугающую природу, не может не радовать. Думаю, за сегодняшний выпуск вы уже не раз убедились в том, что наш с вами океан по сей день исследован на совсем малую часть, и ему совершенно точно есть чем удивлять. Но то, что вы увидите и услышите далее, поражит вас еще сильнее. Встречайте, краб Йети! Этот волосатый божественный страж океана достигает 15 см в длину и был впервые обнаружен в 2005 году во время какой-то глубоководной экспедиции. Я надеюсь, не нужно объяснять, почему его так прозвали. Эти белые и пушистые волоски, как у снежного человека, вижу ведь не только я, правда? Подобно своему мистическому собрату с суши, оригинальному снежному человеку, краб чтит традиции и не прекращает скрываться от людей. Если Йети для этого живет где-то под землей или в пещерах и сливается с окружающей местностью, по крайней мере так говорят легенды, то вот краб решил проблему гениально. Он опустился на 2 километра под воду. «Там-то точно меня не найдут люди!» – подумал хитрец и был в шоке, когда человек до него все же добрался. Единственный извлеченный экземпляр этого вида сидит в заспиртованной банке в Париже в Национальном музее естественной истории. Его толком не изучили, но тут можно и к гадалке не ходить, чтобы понять, что та же выживаемость прокачана у него на максимум. Иначе как еще он умудрялся бы существовать на такой поразительной глубине, верно? Хотя, судя по тому, каких существ придумывает природа, у того краба может быть море секретов. Потому что вот, например, одним днем оказалось, что на одной земле с нами гуляет и педофрин амауэнсис – вид мелких лягушек, являющихся самыми крошечными позвоночными в мире. Длина взрослой особи составляет всего 7-8 миллиметров. Эти эндемики папуа Новой Гвинеи долгое время оставались незамеченными. Думаю, вы сами понимаете почему. Нашли же их лишь в 2009 году, во время экспедиции по исследованию видового разнообразия Новой Гвинеи. Находка была обнаружена на юго-востоке острова. В ту ночь исследователям удалось записать издаваемые новым видом звуки, которые не были похожи на обычное кваканье лягушек, а более напоминали стрикотание насекомых. Сигнал представлял собой непрерывную серию из высоких звуков с частотой от 8 до 9,5 тысяч герц. Запись длилась несколько минут, а точнее 5,5. И за это время такая малышка успела издать 355 сигналов. Что они означали, кому адресовались и другие подробности, так и остались в тайне. Но от этого исследователям стало лишь интереснее заниматься их изучением. К тому же, дополнительно мотивации в наблюдении за ними добавил тот факт, что у этих особей отсутствует так называемая стадия головастика. То есть из яиц и кринок выходят сразу самодостаточные боевые микроединицы, готовые сеять хаос и разрушение, наказывая всех и каждого за малейший смешок в их сторону на тему роста. А сейчас я покажу вам еще более редких животных, которые рождаются раз в тысячу лет. Знакомьтесь, это енот-альбинос. Удивлены? Да, оказывается, такие действительно существуют. Они сильно отличаются от своих полосатых и темных сородичей и внешне скорее похожи на гигантских опоссумов, крыс и хомяков, нежели на енотов. Уникальная и редчайшая белая шубка этих хищников – результат мутаций, произошедших в организме. Повадки и особенности жизни енотов-альбиносов такие же, как у обычных енотов, за исключением того, что им сложнее охотиться и выживать из-за своего редкого окраса шубки. В общем-то, все как и в случае с другими животными-альбиносами. Именно поэтому таких уникумов стараются отлавливать и помещать в заповедники и центры животных, где о них позаботятся люди. На этом все. Напишите в комментариях, какой монстр глубин впечатлил вас сильнее всего и больше пользы ищите в других наших видео. Продолжение следует... ...